Замечательно. Спасибо. Добрый день. Представлюсь. Ермолаев Александр. Компания Market. Город Ижевск. А что звук пропадает? Проблема та же самая с микрофоном, что и вчера. Хотелось бы спросить, а сколько в зале находится директоров компании? Если можно, поднимите руки. Прекрасно. Я буду говорить не впустую, а то просто меня смутили узкотехнические доклады. Это, конечно, здорово. Это, конечно, надо. Но я буду рассказывать совсем про другое. Наша компания в этом году празднует 22 года. Я являюсь одним из совладельцев, соучредителей компании и также являюсь директором по развитию. Хотя формально работаю один час в неделю, в день. У нас просто такая традиция сложилась, что учредители некоторое время назад вышли из менеджмента компании и компании уже управляют только наемные работники. Хотелось бы рассказать про кризисы, которые мы переживали, про циклы развития, про то, с чем мы столкнулись за эти 22 года, то, что позволило нам, в общем-то, существовать все это время. У нас было очень много проб и ошибок. То есть изначально я буду рассказывать, что это все применительно не к каким-то там религиозным вещам и глобальным, хотя тоже имеет некое отношение, но это в первую очередь по отношению к компании. То есть сначала было слово, сначала была идея что-то сделать. У нас компания появилась в 92 году, тогда у одного из учредителей была идея сделать компьютерную сеть на базе компьютеров Синклер. Знаете такие? Кто-нибудь помнит? Вот. Идея, казалось бы, ну, в общем, она не была реализована, она была вполне странной, то есть как бы отчасти безумно ее можно назвать, но тем не менее, это была идея сделать демократичную сеть. На тот момент Рилком только появлялся, интернета с IP-протоколом еще, в общем, в России не было вовсе, но тем не менее, мы начали этим заниматься. Естественно, что, вот тем не менее, это слово, которое возникло, эту идею, пытаются реализовывать. Я думаю, так вот во всех компаниях оно происходило. Естественно, что в ходе реализации возникают какие-то проблемы, ну, как без них. Вот. И самым простым выходом уже, ну, для всех людей, для всех работников, для учредителей очень часто бывает выход все бросить. То есть у меня довольно много знакомых, которые, начиная со своего бизнеса, потом, в конце концов, бросали и уходили либо на госслужбу, либо, ну, куда-то еще уходили простыми наемными менеджерами, да. То есть вот эта ситуация, она вполне типична для людей, для всех. Ну, у нас вот так сложилось, что учредители до сих пор остались те же и до сих пор, в общем-то, делать свое не бросили. Естественно, что первая часть, это всегда безумные годы. Она характеризуется в компаниях, ну, вот, и опять же, я рассказываю все про нашу компанию, про нашу историю. Может быть, у кого-то по-другому. Но очень большую часть времени, эмоциональную, очень такую вот прорывную, это всегда, я их называю, условно безумные годы. То есть это годы, когда приходят реально энтузиасты, каждый человек является, он пытается что-то сделать для компании, пытается изменить мир. Это совершенно прекрасное время. Естественно, это время иллюзий. Совершенно понятно, что очень часто встречается ситуация, когда проще сделать самому. То есть включая, ну, например, я в том числе работал аварийщиком, там, и монтажником в какое-то время. То есть вот руководство компании не боится испачкать руки и вникает во все детали, во все мелочи. Естественно, что очень много перспектив. Естественно, что начинаем хвататься за все подряд, потом заканчиваются ресурсы. То есть хотим сделать много, получается мало. Естественно, что люди, вот это, как правило, достаточно такая команда, которой люди, кроме всего прочего, еще и дружат, потому что на эти прорывные периоды все равно это команды достаточно небольшие. Люди дружат, соответственно, делятся своими мечтами, своими чаяниями. То есть это не классическая схема большой компании, или даже средней, где есть какое-то подчинение, а есть какие-то там зарплаты и так далее. Здесь зачастую, то есть в дикие годы люди зачастую работают не за зарплату, а за идею. Такое встречается. Ну, у нас таких периодов в жизни нашей компании было несколько. То есть когда часть людей откровенно работала за идею, то есть им она была более важна, чем зарплата. Ну, естественно, с годами это все меняется. Конечно, после таких усилий начинаются победы, какие-то достижения. Совершенно нормальный период. Все пока хорошо. Люди не очень в этот период, в начале этого периода, они не задумываются о будущем, потому что вот, вот они деньги повалили, вот он, проект стал крупным, вот нас стали узнавать в городе. То есть мечты начали сбываться. Но появляется постепенно этот путь вот этих вот, скажем так, насыщения слова, оно проходит, и людей начинают пугать собственные мечты. То есть они понимают, что вот все и так хорошо, что дальше-то хотеть, что дальше делать. В общем, становится не очень понятно. И здесь уже компания, вот именно в этот период, начинает дробиться, расползаться. Ну, как правило, она в этот период еще и взрывным образом растет в плане количества сотрудников. То есть именно на пике своего успеха. Так, ну, остальное тут, в принципе, написано. Да, ну, естественно, вот этот период, эта победа, она может длиться какой-то период, но дальше приходит ощущение того, что, в общем, это уже не победа, это вот такая текучка, это рутинная жизнь, ничего не меняется. Но есть у нас вот, грубо говоря, там, я не знаю, там, например, 30 там или 40 процентов проникновения в городе, и вот эти проценты, они уже сильно-то не меняются. То есть, в принципе, начинается такое подобие стагнации. Ну, это еще, ну, как бы, да, по сути, это стагнация, начинается уже анализ ошибок, появляются какие-то слухи внутри компании, то есть коллектив постепенно движется к кризису. То есть компания неизбежно движется в кризис, тут просто особых вариантов нет, есть просто разные руководители, которые понимают, что этот кризис произойдет, а есть руководители, которые плюют на это дело и думают, что, ну, вот так вот оно все и останется. Во многом ведь это связано с психологией человека, да, то, что человек, он как бы ищет, где ему комфортно, и в этом комфортном состоянии хочет находиться максимально долго. Вот, ну, и, наконец, случается кризис. Кризис, вот я для себя определяю в первую очередь тем, что в компании появляется очень большой процент лжи. То есть компания начинает что-то придумывать, придумывать отчеты, придумывать показатели, которые не совсем реальны, а делаются просто для того, чтобы показать либо мнимый рост. Я вот не буду называть компанию, да, но вы, наверное, знаете, что некоторые очень крупные телеком-операторы вот этой болезнью болеют очень долго. То есть у них там половина отчетности построена на недостоверных данных. Вот они в состоянии вот этого кризиса, вот эти компании, они могут жить вечно. И они из него не собираются выходить, судя по всему. Не буду называть название, думаю, все узнали, что это за компания. Вот естественно, что в этот период кризиса начинается дефицит ресурсов, которых только что было много, а вдруг оказывается их не хватает. Ну не с чего в том числе повышать зарплату, уже очень сложно запускать какие-то новые проекты. Естественно, что в этот момент происходит поляризация людей, то есть и там, где была сплоченная компания, либо компания разваливается на несколько частей, либо люди просто уходят и создают свои компании. С нами такое было неоднократно, выходцы из наших компаний очень много где работают, и в том числе создали собственные компании, в том числе конкурента нам в городе, например. Это все совершенно нормально, то есть это вот как раз тот самый кризис. Естественно, что в компании остаются, ну вот лидеры, они возможно остаются в компании, возможно у них хватит сил сделать что-то новое, ну и естественно в компании остается так называемый балласт, то есть люди либо предпенсионного возраста, либо просто люди, которые вот их устраивает там зарплаты не знаю в 10 тысяч рублей и больше они ничего не хотят, а вообще им интереснее картошку садить на огороде. Ну я условно, конечно, грубо говорю, но такие люди есть, то есть люди, которые, так слышно меня, люди, которые, как я говорю, окопались, то есть вот все, им хорошо, они в своем окопе, и их уже устраивают, им больше ничего не надо, не трогайте меня, я тут все знаю, все делаю и я здесь, как исторический динозавр, я все знаю, где что лежит и поэтому я здесь буду сидеть вечно, я буду этим складом заведовать вечно. Вот такие люди, они в компаниях как раз остаются, по большому счету это балласт, который не дает развитие компании, но такие люди все равно нужны и вот именно в период кризиса получается, что есть лидеры, которые сами не всегда могут что-то делать руками, а вот помощников, то есть вот тех, кто того основного состава компании, который раньше все делал, его может уже и не оказаться в результате этого кризиса. Опять же могу привести пример одной большой компании и ее кадровой политики. Вот. И значит, очень большая часть, про которую я хотел бы рассказать, мы с вами все-таки живем в мире людей. И одна из таких вот очень больших вещей, которая появилась, больших идей, которая появилась в последние годы за счет именно компьютерных технологий, это так называемая виртуальная реальность, это то, что, ну скажем так, вот в компьютерные игры стали играть на порядок больше, чем раньше люди просто в какие-то игры играли, да? То есть люди стали больше уделять внимание играм, в том числе это из-за того, что люди в обычной жизни про свои риски, ну во-первых, человек боится умереть, да? А в игрушке, если тебя убьют, ничего страшного, перезагрузил и поехали дальше. Правильно? Ну совсем не те переживания, не та степень риска. В реальной жизни человек редко вам расскажет о том, какая он, то есть даже сотрудник, о том, какая у него на самом деле там жизненная проблема или значит, ну вот почему ему зарплату надо повысить, да? Ведь зачастую бывают ситуации, что человеку нужно повысить зарплату из-за каких-то его личных проблем, да? Ну то есть ему просто в жизни деньги вот нужны вот в какой-то конкретный момент. А человек из-за этого себе накручивает, настоящую причину не рассказывает, а начинает у работодателя значит устраивать какие-то там, ну не то чтобы скандалы, но пытается выбить себе повышение зарплаты. Хотя в случае, если это достаточно открытая вещь, открытая компания, то руководство об этих вещах все-таки узнает и предлагает сотруднику какой-то карьерный рост внутри компании и возможность вырасти, соответственно, заработать больше. Для людей, то есть вот опять же про виртуальный мир, для людей крайне важна личная безопасность. Вот как бы что ни говорили, да, но человек должен быть сыт и должен быть уверен в том, что его там за углом не убьют кирпичом. Люди, в общем, за вот эту вот стабильность, они, честно говоря, готовы платить много. Ну и еще, конечно, типичная картина у нас сплошь и рядом, и средства массовой информации постоянно подогревают и пользуются этой темой, что на порядок проще придумать какого-то врага, чем разобраться в самой проблеме. Откуда она, что с ней. В компаниях все то же самое. Вот я очень часто, общаясь с компаниями, слышал сказки про конкурентов. Ну, то есть там компания достаточно хорошее место занимает на рынке, но при этом про конкурентов рассказывает какие-то страсти-мордасти. Так как я там посторонний человек, общаюсь с той компанией, тоже про которую страсти-мордасти рассказывают, а они то же самое про тех. Смешная ситуация на самом деле. Не знаю, как оно на самом, как как бы в реалии, там, насколько они друг другу гадят, там, переманивают людей и так далее, но в результате они придумали себе внешнего врага. Они с этим врагом борются. Могу напомнить, долгое время у нас в регионах таким врагом была компания Artelicom. Там многие регионы рассказывали о борьбе с Artelicom. Сейчас, по-моему, эта тема уже отпала, мне кажется, нет? Ну, я хотя бы уже давно не слышу, но был период, когда вот был совершенно четко внешний враг, при этом я совершенно не уверен, что Artelicom там ко многим случаям реально причастен. Да, какие-то случаи есть, какие-то приписаны, наверное. Вот. Ну и само собой, что все люди верят себе больше, чем другим. Так вот, это вот эта вот виртуальная реальность, да, это по сути вот такая штука, которая отличается от реальности-то вот настоящей, той, в которой люди живут. Но так как людям здесь более комфортно, то они постепенно движутся в эту сторону. И компании тоже движутся в эту сторону. Понимаете, в чем дело? Соответственно, по поводу идей. Вот смотрите, казалось бы, все придумано до нас, да, книжек очень много. Но почему-то вот эти все идеи, они не очень здорово работают. И они как-то плохо приживаются, если они не прошли через самого человека. Вот, например, у нас в компании процессный подход, мы внедряем его достаточно давно, но он стал более или менее внедряться только после того, как руководство компании в него само поверило. Вот пока оно не верило, пока оно просто читало книжки и само не добивалось с помощью него каких-то результатов, это все было так. Сейчас у нас проблема в том, чтобы вовлечь вот в этот процессный подход и к работе в компании, к созданию новых процессов большее количество сотрудников. То есть это не так просто, то есть расшевелить всю компанию. То есть у нас, безусловно, есть часть людей, кто достаточно инициативны, но точно так же есть люди, которым вот уже, в общем-то, хорошо. Да, и у нас некоторые направления, они откровенно страдают. Вот, например, у нас плохо развивается кабельное телевидение, там занимаются им всего лишь два человека, но одна из проблем, то, что, как сказать, ну, конечно, это вина руководства, то, что поставили в такое положение, что у нас телевидение дотационное, оно идет, по сути, просто для конкуренции, для того, чтобы, ну, как по остаточному принципу финансируется, да. Ну, и люди сами дальше уже придумывают то, что вот они вот в этом, в остаточном финансировании, они всю жизнь так и будут, и телевидение развивать не надо, и за качеством следить особо не надо, но, в общем, сойдет и так. Мы сейчас пытаемся изменить эту ситуацию, раскочегарить, расшевелить этих людей, чтобы они все-таки начали делать что-то новое, что-то лучше. Еще один очень важный фактор во всех книгах и во всех учебниках, во всем опыте, этот опыт всегда привязан ко времени. И это очень важно, потому что те вещи, которые мы могли себе позволить, например, 10-15 лет назад, на сегодняшний день мы себе позволить не можем. Отчасти из-за того, что законодательство поменялось, экономика поменялась, ну, то есть поменялись внешние обстоятельства, та среда, в которой мы работаем, да и к самой компании относятся люди по-другому, то есть у нас те же самые имиджевые риски считаются достаточно, мы их оцениваем довольно высоко, а был период, когда нам на этот имидж было, в общем, мягко говоря, плевать. Вот, то есть времена меняются, надо понимать, что каждое решение и каждый опыт, он привязан именно вот к этому времени. То, что я вам сейчас рассказываю, это понимание, оно понимание именно достаточно зрелой, ну, не то чтобы уж совсем старой компании, да, но компания, которая работает на рынке интернета уже вот 22 года. Я считаю, это достаточно большой срок. Кстати, а можно попросить поднять руки тех, представителей тех компаний, кто на рынке более 5 лет? Ой, слушайте, вот, 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 вот это почти весь зал. Если кто не видит, да, то почти весь зал. Это очень здорово. И это означает отчасти то, что вот через эти циклы кризисов вы так или иначе будете проходить. Вы как-то будете из них выбираться. Так, я, наверное, в принципе, тут я уже почти все рассказывал. Так, давайте, опять же, про нас, про наше развитие, про наши кризисы. Один из наших кризисов был создан вполне искусственно. Это период обсуждения продажи компании. Акционеры давным-давно занимают следующую позицию. Мы готовы продать компанию, но за очень большие деньги, потому что компания занимает существенное положение на местном рынке. Продавать дешево ее нет ни малейшего интереса. Компания приносит неплохую прибыль. Понятно, что когда ведутся обсуждения продажи, это все учитывается. Деньги предлагаются акционерам, в том числе, исходя из того, что они могут заработать в виде прибыли. Это все понятно, все так и есть. Но вот этот период такого искусственного кризиса, он позволил, если честно, нашей компании. Тут я в принципе написал основные минусы, но с минусами понятно. Я бы больше остановился на плюсах. Для нас, мы в прошлом году рассказывал, Антон делал тогда презентацию, что нам дала вот эта продажа, насколько сильно вот эта глобальная ревизия наших ресурсов позволила найти те ресурсы, на которых мы раньше не задумывались. То есть в реалии работа с бюджетом, с планированием бюджета, она дает просто волшебные, на мой взгляд, результаты. Буквально недавно, с этого месяца, мы перешли к двухмесячным скользящим бюджетам. То есть мы бюджет сейчас уже планируем на два месяца. Так удобнее. Так можно переносить и так можно нивелировать какие-то всплески. То есть вот бюджетирование, то есть когда вы заранее составляете план на месяц, когда у вас есть финансовый план, вы знаете, сколько выходных в следующем месяце. И исходя из этого, ну приход денег у нас хотя бы, он достаточно сильно зависит от того, выходной день или рабочий. Соответственно, ну достаточно посчитать выходные и праздничные дни. Если у вас есть возможность, вы можете посчитать погоду. Погода тоже всегда влияет на приход денег у интернет-провайдеров. То есть когда хорошая погода, то клиентов меньше подключается. А когда погода плохая, то подключается больше. Ну вот у нас хотя бы это так. Не знаю, у кого-то может по-другому. Но в общем, все эти факторы достаточно просто изучить по своей компании, составить бюджет, иметь некий финансовый план и исходя из этого финансового плана уже попросту планировать свою деятельность и понимать, что вы сделаете завтра. Так, это, по-моему, у меня, да, это последний слайд. Вот, то есть вот эта вот эпопея с продажей компании, вот этот вот искусственный кризис, искусственно созданный кризис, он у нас продолжается лет семь, наверное. Да, где-то так, потому что начался, он первый раз, мы об этом задумались, когда у нас был очень большой финансовый технологический кризис, когда у нас к третьему акционеру, ну, появился у нас четвертый акционер, то есть человек, который просто нам дал денег, и мы ему рассчитались с ним, собственно, нашими акциями, сейчас рассчитываемся дивидендами. Вот, и в этот же период, естественно, шли разговоры о продаже, там, в первую очередь, ну, на тот момент был R-телеком, да, то есть вот на моменте запуска R-телекома, буквально в самый первый его год, мы там провели массу переговоров с представителями, ну, тогда до сделки ни до какой не дошло, вот, но это было начало, после этого было много переговоров, мы чуть-чуть было не продались R-телекома, но нам повезло, вот, и теперь, в общем-то, мы продолжаем жить дальше. Я могу честно сказать, что вот этот вот кризис, кризис продажи, он является отчасти двигателем, потому что мы начинаем делать то, что нам выгодно, в конце концов мы довели, как бы, свой процент, как бы, вот, ну, EBITDA, да, смотрится, вот у нас EBITDA составляет на сегодняшний день 34% от оборота компании. На мой взгляд, это довольно много, то есть если смотреть там по, ну, по типичным компаниям, телеком-компаниям, да, то есть обычно такого показателя редко достигают. У нас также прошла реструктуризация компании, то есть мы, например, выделили из себя компанию, которая занимается форумами отдельно, потому что там другой пласт проблем, там больше проблем с законом о СМИ, скорее, чем со связными всеми этими делами. Вот, то есть та компания тоже фактически за год вышла, ну, там, за три года уже, за два года, да, компания вышла наоборот в миллион рублей, а вообще у нас это было дотационное направление внутри большой компании, вот форумы, да, городские форумы. Я, в принципе, рассказывал уже. Вот, в общем-то, вот такая штука. Я думаю, что этот опыт будет полезен. Единственное, к чему я призываю всех, максимально использовать кризисы для того, чтобы сделать шаг на новый виток развития компании. Не бояться этих кризисов, понимать, что этот кризис закончится, и вы из него в любом случае выйдете с большим опытом и сможете сделать больше. Ну, и, естественно, удерживайте в компании лидеров, не бойтесь их, и старайтесь бороться с ложью в компании. То есть, чем компания более открыта внутри, чем она прозрачна, тем больше доверия между сотрудниками и руководителями, тем проще этой компании развиваться. То есть, ну, простой пример, большая компания, много недоверия, из-за этого документа оборот, из-за этого куча согласований, подписей. В результате, вот, буквально сегодня не скажу, с кем разговаривал, для того, чтобы там купить патчкорды, надо потратить почти месяц. Отличный, по-моему, пример, как вот, значит, вот это вот тотальное недоверие, вот эти вот безумные контролеры, вахтеры и так далее, по сути, вот, значит, разрушают компанию. Не делайте таких ошибок, будьте смелее, и у вас все получится. Спасибо. Вопросы есть? Да, я что-то поспешил. Хорошо. Сейчас. Давай. О, какой страшный. Страшный, бородатый, носатый. Спасибо. Раз. Спасибо большое художнику. Вопросик. Да. Чуть более подробно про выход из менеджмента. То есть, ты скажешь, менеджмента. Был такой опыт у нас, когда акционеры фактически полностью устранились, они контролировали только общие показатели бюджета и совершенно не вмешивались в хозяйственную деятельность. Этот опыт оказался не очень удачным. На сегодняшний день мне пришлось вернуться к управлению компанией. Проблема очень простая. текущий менеджмент не очень заинтересован в развитии. Понимаете? То есть, вот у них все хорошо. Да, у них стабильный рост есть. То есть, рынок чуть-чуть растет. Немножечко. Но они совершенно честно в отчетах показывают. Вот смотрите, мы же развиваемся не хуже, чем другие компании на рынке. Это правда. Это правда. Это фоновое развитие есть. И какой-то особой мотивации что-то новое делать, внедрять и так далее у них нет. Отчасти, может быть, иногда не хватает новости. Ну, собственно говоря, вот для этого волшебного пардон пенделя, да, иногда и нужно вмешательство акционеров. Особенно вот, но это касается именно развития, потому что у нас одна из немаловажных вещей. Акционеры забирают существенную часть в виде дивидендов, но у менеджмента есть возможность запросить часть денег из дивидендов на какие-то новые проекты, на развитие и так далее. То есть, они доказывают, что это надо. Окей, акционеры уменьшают свои дивиденды, эти деньги идут на какие-то новые объекты. Ну, или новые проекты. Вот. Еще. Секунду. Не, не скучно. Я же... Один час в день не скучно потом? Что-что? Ну, вы сказали, что один час в день работаете, да? Нет, это же формально, это трудоустройство. А в реалии, нет, в реалии это несколько совещаний в неделю, естественно, переписка, ну и если надо, то встреча, переговоры. То есть, ну, для этого не требуется целый день сидеть. Когда было принято решение на переход к процессному подходу? Порядка 10 лет назад, когда один из наших партнеров пригласил нас на конференцию, ну, собственно, да, где-то порядка 10 лет назад. Наверное, так. То есть, исторически получилось так, что там прошли обучение топ-менеджеры на тот момент, узнали, что такое процессный подход, узнали там ТКМ, деминга и так далее. Ну, и, естественно, увидели, в том числе у нас в городе были компании, которые достаточно успешно с этим уже работали. Поэтому у нас... Что? Ну, предпосылки это внутренние кризисы. Это кризисы управления компанией, естественно. То есть, мы видели, что нам сложно развиваться, то есть, у нас были внутренние конфликты, в том числе между руководством, на тот момент, когда это все начиналось. И были, безусловно, проблемы именно с управляемостью всей компании. Да, то есть, это вот... Из кризиса стали выходить таким путем. Всем настоятельно рекомендую внедрять у себя процессы. Еще? На сегодняшний день мы пользуемся джирой. Да, Антон, я правильно называю ее? Ну, джира, как бы, вот у нас, в принципе, то же самое, что в Яндексе, например. Они тоже джиру используют. Джира, да. Это платная платформа. То есть, там есть количество людей, но мы ее используем. И начали, естественно, автоматизацию с главного процесса. Главный процесс у нас это подключение абонента. И там дальше все это нанизано. Вообще, процессы начали рисовать на бумажке. До джира мы дошли очень-очень потом. Начинали с экзольных, там, и с вардовых файлов. Ну, я тоже думаю так. На самом деле, процессы нам позволили, скажу такую вещь. То есть, у нас вот колл-центр, это сторонняя компания уже, по-моему, лет пять, если я не ошибаюсь. То есть, вот первая линия колл-деска у нас совершенно сторонняя компания. Это нам позволило очень сильно поднять качество наших услуг. Мы вообще вот как бы этими процессами занимаемся, и вот эти все стыковки мы стараемся автоматизировать, чтобы контролировать качество. Очень важная вещь насчет процессов, чтобы вы понимали, если кто-то еще ими не занимается, процессы позволяют отдавать отлаженный процесс, его элементы, которые хорошо документированы, на аутсорсинг. Но очень важно при этом, чтобы был контроль качества, чтобы качество вашего продукта сохранялось и могло расти. Понимаете? То есть, вот это самое главное. Процессы это позволяют делать, их можно модернизировать, можно контролировать, увеличить качество вот этих параметров, которые, так сказать, анализируются. Если кто, ну я думаю, все про процессы слышали, мне и надо рассказывать про японское оружие. Нет? Все знают, откуда все это пошло? Ну да, это, собственно, про деминга, да, история. Ну, я думаю, если не знаете, в книжках найдешь. Да. Саш, я тебе простой вопрос задам. А что думают дети акционеров о компании своих родителей? Слушай, хороший вопрос. Дело в том, что мои старшие два сына оба поработали в компании, но тем не менее пошли немножко в другие области. Что они думают? Ну, давай я сейчас сыну среднему или старшему позвоню. Просто младшему 6 лет, он, наверное, ничего не думает. Про работу отца пока. Ты же понимаешь, вопрос философский. Ну, ты знаешь, дети все равно отца копируют. Ну, не то, что пародируют, да, но ему подражают, это точно. Поэтому мне кажется, что им нравится моя работа, как минимум. А вот в продлении этого вопроса, так сказать, вы вернули управление акционеров над компанией. Вот когда вы все-таки окончательно уйдете из управления, вам будет кого себя заместить? Ну, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что с точки зрения вот именно текущей работы компании, по большому счету, особых претензий-то и не было. То есть они были, но они не фатальные. То есть я не могу как бы уличить наш менеджмент в том, что они делали что-то откровенно плохое, что они работали не на компанию в отсутствии там непосредственного контроля учредителей. Нет, они просто меньше думали о развитии и как бы больше боялись принимать какие-то решения, какие-то шаги. Безусловно, если у нас появится в компании, то есть все-таки полностью заработают процессы и мы станем смелее внедрять предложения, которые возникают у наших сотрудников, у наших клиентов, то, конечно, акционеры смогут полностью отойти. То есть еще раз говорю, из трех акционеров, которые принимали участие в работе компании, вернулся только один, это я. И то я вернулся, ну фактически на совещание, фактически просто для того, чтобы вот конкретно есть несколько там идей по развитию компании, вот ровно для того, чтобы эти идеи реализовывались. Поэтому я не могу сказать, что это вот прямо хозяйственную деятельность все взяли и обратно вернули под управление акционеров. Нет. То есть именно развитие. В общем, вы выступаете стимулом, скажем так, для развития. Волшебным пендалем. Ну, та самая палка, которая стимулирует. Да, да, именно так. У меня такой вопрос. А есть ли у вас в компании отдел развития, который будет этим заниматься? Как такового подразделения нет. Мало того, в процессном подходе подразделения, честно говоря, не очень-то и важны. Задумайтесь. Нет, не будем задумываться. Мы задумываемся над тем, что вырастает естественным образом. То, что нам надо. Понимаете? То есть, безусловно, то, что касается отдела развития, который рисует проекты, он у нас есть в строительстве. Но то, что касается в общем и целом по развитию компании, то есть делать целое подразделение для этого, ну, пока для этого необходимости большой нет. То есть, еще раз говорю, это все равно участь акционеров. Потому что это их дивиденды, это их прибыль, и они ей распоряжаются. То есть, вот, понимаешь, в этом месте возникает, то есть, это частная компания. Я согласен, что в какой-то большой компании отдел развития, наверное, нужен. Но у нас компания, если я не ошибаюсь, 170, Антон, человек, да? Сейчас 170 человек. В лучшие времена она была 250 человек. Сейчас вот поменьше стало. Да? Я тут не слишком долго. Еще один вопрос. Хорошо. А то мне уже как-то неловко перед другими докладчиками. Здесь задали вопрос про детей. Как вы думаете, по наследству будете компанию передавать? И как думают учредители и владельцы компании? Что будет с компанией после их смерти? Вот такой философский очень вопрос. Спасибо. Я над этим вопросом думал неоднократно. Однозначного ответа у меня, если честно, нет. Конечно, я могу четко сказать, что, например, старший сын у меня учится в МТУСИ, это институт связи. В принципе, естественно, я тешу себя надеждой, что, может быть, когда-то он вернется в Ижевск из Москвы и продолжит мою работу. То есть хотелось бы, хотелось бы, скажу прямо. То, что касается своей смерти, безусловно, я об этом думаю и как-то стараюсь избегать, реализация этого плана. Хотя он неизбежен. Поэтому, ну, в любом случае, в моем представлении, вот та интернет-компания, которая сейчас есть, на мой взгляд, она все-таки сменит своих владельцев. То есть она будет либо продана когда-то, потому что все-таки, как сказать, все равно вот эта вот небольшая региональная компания, у нас рынок связной, он вышел из той поры, когда он динамично развивался. А для вот таких небольших компаний все-таки важен и интересен именно развивающийся рынок. И то, что вот сейчас я занимаюсь, в общем-то, форумами, занимаюсь ими иногда даже больше, чем там интернет-компанией, это одно из этих вещей. То есть я диверсифицирую все эти проекты. Появляется новая идея. Сейчас вот я себе дом строю, занимаюсь умным домом. У меня вообще есть идея фикс. Я вижу, что вот в Ижевске компании про умный дом мало. А не замутить ли? То есть идей много. Идей пока хватает. И какие идеи останутся ближе к смерти, я пока не знаю. Вот если честно, когда мы отошли от управления, фактически я как бы ушел на пенсию. И занимался чем попало. Ездил по Европе постоянно, как уж только ее не изъездил. Буквально чуть не на выходные срывались с женой или с коллегами ездили. Ну, то есть вот много чем занимался, но тем не менее потом понял, что вообще-то я могу еще много чего сделать с точки зрения бизнеса. Ну и поэтому, соответственно, вот, грубо говоря, вернулся. Вышел из отпуска, понял, что на пенсию еще рано. Ну вот один из учредителей у нас все-таки скорее рассматривает себе как пенсию, то есть купил дом в Италии, а уже как бы переезжает на постоянное жительство в Италию. Там климат лучше. Вот тут трудно с этим поспорить. Ну, спасибо. Большое спасибо за вопросы. Спасибо. Наш следующий докладчик Оскаров Толеш, «Вандализм» на сети. Продолжение следует... Продолжение следует...